Крис Милсон Крис Милсон Крис Милсон Ну, очередное подтверждение тому, что в Самаре самая красивая девушка, которая привлекает людей со всего мира, ну, в частности, Криса Милсона, который сюда приехал, надо заметить, рассказать о том, что приехал сюда не просто так, с планами, с планами снять кинокартину, несмотря на то, что это будет короткий метр, поделитесь с вами планами, что вы хотите сделать. Идея пришла к нему во сне, он видел, фактически, сценарий этого фильма два раза. Крис хочет снимать большую часть этого фильма в Самаре, часть в Москве. Участие на, согласен на участие, дали такие, можно сказать, даже звезды Лилия Мэй, девушка родом с Украины, но она путешествует, живет между Сиднеем, Лос-Анджелесом и Москвой. Она снималась небольшой роли в фильме «Мулен Руш» с Николь Кидман, и она заинтересовалась сценарием этого фильма, она будет играть главную женскую роль. На роль, на главную мужскую роль мы выбрали Геннадия Хворох, он тоже в некоторых кругах здесь известное лицо, он ведет такие передачи, как «Звезды покера» на РЕН-ТВ, и он является и продюсером некоторых телевизионных проектов, и вот он тоже заинтересовался. И вот поскольку мы имеем, как бы, такую поддержку от людей, которые имеют непоследнее отношение к кинематографу, к телевидению, мы решили, что, наверное, нужно это довести до конца. О чем будет история? О чем будет фильм? Что это история? Ну, история о девушке, у которой она умерла на мужчину, ее босс, и она очень уменьшена в общечеловеческой истории. Девушка влюблена в молодого человека, который не замечает отношения в большом городе. То есть они случайно узнают о том, что их чувства взаимны по отношению друг к другу, и просто вот как люди находят друг друга и чувства в большом городе, в наше современное время. Вы будете выступать там как режиссер? Are you going to be as a director of this movie? Yes. И сценарист, да? Yeah. Write the script and going to be director. Крис выступил в качестве автора сценария и также будет выступать в качестве режиссера. Это будет дебют как режиссера. Ну, в любом случае, удачных начинаний. Спасибо. Нам еще будет помогать известный такой человек здесь, в Самаре, в принципе, Виктор Евграф, который, помните, наверное, снимал, сыграл профессора Мариарти в Релоке Хомсе. И также еще в планах у нас съемка биографии его, поскольку человек такой сложной, интересной судьбы, помимо его ролей в кино, также человек рисует потрясающие картины, разработал собственную методику, технологию таких упражнений. То есть, в принципе, мы хотим также как бы возродить интерес к нему, потому что он уже 10 лет не снимается в кино из-за сложной травмы. Мы хотим просто, чтобы люди вспомнили о нем, наш вклад в это. Ладно, Крис, но Крис до этого занимался, до того, как приехал к нам, до того, как у него появилась во сне, явилась эта идея снять фильм, он в первую очередь писатель. И ни одну книжку написал, причем важно сказать нашим телезрителям, что писал он в книжке определенного жанра. Это был хоррор, ужасы, триллер, а тут вдруг лирическая история в фильме. Вот одна из книжек представлена. То есть, сценарий как бы сам был написан всего за два дня после этого сна. Помимо этого фильмы... Это сериал «Офис», который является в комедийном жанре, показывает жизнь офисных сотрудников. У нас достаточно много сейчас подобных картин, сериалов. В следующем году в Австралии мы будем также снимать вот этот проект, который будет не на телевидении, а просто на YouTube, как веб-серии. То есть, получается, что как бы сложно объяснить. Крис разрывается между жанрами, но, в принципе, надеюсь, везде, во всех жанрах у него все получится. То есть, просто хоррор был первым жанром, который он так полюбил, которым он проникся. В данный момент он работает еще также над триллерами, над фэнтези, короткими рассказами для детей. Так что, в принципе, достаточно большой. Экспериментирую с различными жанрами, сценариями. Хочется как бы раздвинуть грани своего таланта, узнать, насколько вот ему это удастся. Но, в любом случае, я и все наши телезрители желают вам успехов, желают вам творческих совершений. И после того, как снимете фильм, заранее приглашаем вас, поделитесь, что же у вас получилось. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, мы продолжаем. И, Илюха. У меня есть предложение к Крису. Уважаемый Крис. Снимите меня в кино. Да, снимите нас, Игорь, в кино. Мы готовы ради самой малюсенькой эпизодической роли сняться в вашем фильме, но только чтобы побывать в Австралию. Возьмите нас в Австралию, пожалуйста. Абсолютно. Хорошо. Замет она. Ну, а я тогда оставлюсь здесь одна и прямо сейчас... Главная женская роль занята, Катя, извини. Нет, мне занята роль кенгуру. О, спасибо. Мы же в Австралии. Нет, я сейчас как раз самая подходящая для роли кенгуру. Я эту роль очень исправно исполняю дома, когда хожу с ребенком. И, кстати говоря, одна жительница Австралии очень часто зарабатывала, смотря прогноз погоды по телевизору. Знаешь как? Как? Она зарабатывала до 27 долларов в день. Ну-ка, ну-ка, поделись. Она просто спорила, делала ставки в букмекерской конторе на то, что погода будет другой. И зарабатывала в день до 27 долларов. Вот так. Вот какая будет погода в ближайшее время в Самаре, узнаем, соответственно, от этой женщины из Австралии. Делайте ваши ставки.